Здравствуйте! Тема сегодняшнего нашего занятия это многообразный мир микроорганизмов. И сегодня мы с вами познакомимся с объектами изучения науки микробиологии. Наука микробиологии занимается изучением таких объектов, как бактерии, микроводоросли, нившие грибы, дрожжи, простейшие рикетции. Все это одноклеточные, очень редко многоклеточные организмы размером не более чем 0,1 мм. Отдельно стоят вирусы, ими занимается наука вирусология, потому что вирусы и прионы это микрочастицы белковой природы, те, которые не относятся к клеточным организмам и не являются предметами изучения микробиологии. Давайте посмотрим на размеры микроорганизмов, которых я перечислила. Здесь я взяла слово микроорганизмов в кавычки. Почему? Потому что мы помним, что прионы и вирусы к микроорганизмам не относятся. Это белковые частицы с инфекционным началом, но не являются клеточными организмами. Но для сравнения размеров я их сюда все-таки привела. Поэтому слово микроорганизмов и находится в кавычках. Итак, первые, вернее первые, но самые мелкие стоят прионы. Они даже меньше вирусов, но вызывают инфекционные заболевания. Вирусы по размерам составляют 0,02-0,3 мкм. Вообще вирусы измеряются в большей степени в нанометрах, но так как все последующие микроорганизмы приведены в микрометрах, я вирусы тоже перевела в микрометры, чтобы было более наглядно. И мы видим, что насколько мельче вирусы всех остальных представителей. Следующие это рикетция. Рикетция занимает промежуточное положение между вирусами и бактериями по размерам. И не только, но они составляют размер 0,3 мкм. Следующие стоят бактерии. Самые мелкие бактерии это 0,4 мкм, самая крупная 10 мкм. Далее после бактерий по возрастающей стоят дрожжи. Они по размерам составляют 10-15 мкм. Далее стоят простейшие. Они чуть-чуть крупнее одноклеточных грибов дрожжей и составляют размер 5-45 мкм. Но и самые крупные представители объектов, которые изучают микробиологию, это плесневелые грибы. Их размеры составляют 10-100 мкм. Плесневелые грибы самые крупные представители, изучающиеся микробиологией. И они являются как одноклеточными, могут быть так и многоклеточными. А что же такое микрометр? Неизвестная пока для вас единица измерения. Но если мы переведем в более известную нам единицу измерения, в миллиметр, то в одном миллиметре содержится 1000 мкм. То есть самая крупная бактерия, которая составляет 10 мкм в одном миллиметре, может содержаться 100 крупных бактерий. А мелких вы можете уже посчитать сколько сами. И посчитать можете сколько вирусов. Там уже все измеряется тысячами. То есть в одном миллиметре может содержаться 1000 вирусов и 1000 мелких бактерий. А мы пойдем дальше. Дальше хотела бы вас познакомить с отдельными представителями бактерий. Бактерия – это микроорганизм, размеры которого 0,4-10 мкм. Бактерии все являются прокариотами. То есть это те организмы, которые не имеют четко оформленного ядра. На фото мы видим одного из представителей. Это кишечная палочка. По самому названию скрыта его форма. То есть это форма палочки. Имеет данная бактерия жгутики и пили. Или их еще называют фембрии. Жгутики – это органы передвижения. А пили служат для того, чтобы прикрепиться бактерии к клетке хозяина или к тому субстрату, где она будет размножаться. На следующем фото мы видим еще одного представителя бактерий. Это золотистый стафилококк. Тоже очень опасный представитель этого мира. Потому что вызывает очень много опасных заболеваний, связанных с отравлениями и различными воспалительными процессами. И золотистый стафилококк имеет форму копа. Кокк переводится с латинского названия. Это зерно. А зерно мы помним, да, это округлая обтекаемая форма. Поэтому и дали такое название кокки. Но здесь вот эта бактерия представлена в виде стафилокока. То есть в виде гроздья винограда. Когда много-много коков скопились в одном месте. И имеет вот такую интересную форму. Одна из опасных форм. И говорит о том, что данный представитель может вызывать очень серьезные заболевания. На нижней фотографии мы видим возбудителя сибирской язвы. Возбудитель сибирской язвы также является палочкой, да, как и кишечная палочка. Но здесь вот палочки выстроены в такую цепочку. И представляют форму собой стрептобацилы. Стрепто переводится с латинского языка. Обозначает цепочка. То есть выстроены в такую длинную непрерывную цепочку. Но отдельно взятые бактерии. Очень опасное тоже заболевание. На сегодняшнем мире оно полностью выведено. И страдающих сибирской язвы нет. Следующие представители, которыми интересуется микробиология, это микроводоросли. Например, хлореллы, глены зеленые, хламидомонады. Данные представители микроводоросли чаще всего живут в пресноводных водоемах. Но иногда и в соленых. Вот хлорелла, например, является источником питательных веществ, таких как белками, кислот, витаминов для тех обитателей, которые живут в данном водоеме. Но с ними мы тоже будем отдельно знакомиться. Подробно изучать их внутреннее строение, их жизнедеятельность, какую пользу они приносят или какой вред. Познакомимся с следующими представителями, которыми интересуется микробиология. Это, например, плесневые грибы. Мы помним по таблице размеров, что это одни из крупных представителей микробиологии, микроорганизмов, которые микроорганизмов. И размеры их составляют от 10 до 100 микрометров. Такие представители более часто упоминаемые. Это пенициллин, мукор, аспергилы. Мы можем сказать, что очень часто вызывают порчу различных продуктов, фруктов, хлеба и так далее. Очень быстро распространяется, как раз за счет того, что споры очень быстро распространяются и размножаются. Поэтому порча происходит очень быстро. Вроде бы только что была маленькая точечка какая-то, уже может через некоторое непродолжительное время полностью продукт быть испорчен. Еще представитель плесневелых грибов – это пенициллин. Мы помним, что из этой плесни впервые был получен антибиотик пенициллин флемингом в 1929 году. И благодаря этому было спасено огромное количество жизней. Но мы должны знать, что это многоклеточный гриб, который также очень быстро размножается за счет спор. Также есть аспергилы, тоже очень распространенный гриб. Может вызывать как заболевание, но также может быть источником лимонной кислоты. Что и использовалось в свое время для получения большого количества этого вещества. Познакомимся со следующим представителем, интересующейся микробиологией. Которой интересуется микробиологией – это дрожжи. Дрожжи также являются грибами, но в отличие от плесневелых грибов, они являются одноклеточными и неподвижными грибами. То есть и по способу размножения они размножаются почкованием. То есть если плесневелые грибы размножались спорами, то дрожжи размножаются очень быстро. Несмотря на то, что они намного мельче, да, плесневелых грибов, размеры их всего 10-15 микрометров, но размножаются они очень быстро за счет того, что отпочковываются, да. То есть очень быстро происходит размножение. Это мы можем видеть, когда печем дрожжевой хлеб или какую-либо дрожжевую выпечку. Хочется сказать про грибы, то, что они не размножаются сами по себе, да. Они размножаются только за счет питательных веществ на том продукте, на котором поселились. Или если мы их специально выращиваем, то они очень активно потребляют те питательные вещества, которые мы им представляем. То есть сами они синтезировать для себя ничего не могут. И, ну как я уже повторюсь, являются как источником полезных веществ, полезных продуктов, так и являются источником порчи тех же самых продуктов и источником многих заболеваний. То есть об этом нужно знать, да, так же как и бактерии, многие другие микроорганизмы приносят как пользу, так и вред. Давайте посмотрим на некоторых представителей простейших. Это, например, всем известные амебы, гленозеленые, инфузории, туфельки. Этими объектами тоже занимается микробиология, но они являются уже в отличие от бактерий эукариотами. То есть имеют четко оформленное ядро, имеют ядро, ядрышко. То есть вся их наследственная информация компактненько расположена в их ядре. Это отличие от прокариотов, к которым относятся бактерии, да, это мы помним. И размеры их, они уже такие, занимающие промежуточное положение между дрожжами и присневелыми грибами, и составляют примерно 5-45 микрометров. Иногда бывают представители очень крупные, но это очень редко. Но мы тоже знаем, что они могут быть как неприносящие вреда, но также как и приносящие. Очень много, некоторые заболевания, да, или являются даже переносчиками. И являются иногда показателями чистоты какого-либо водоема, да. То есть тоже об этом мы знаем. Мы все знаем также, что микроорганизмы, да, вот этот весь многообразный легион, про который мы сейчас проговорили, да, он существует везде. И на воздухе, и в почве, и в воде, на всех поверхностях, как на человеке, так и внутри человека. То есть все эти представители микромира, микробиологии, они окружают нас, и это отдельный мир. Но без них мы как не можем существовать, так и есть отдельные представители, против которых нужно, конечно же, активно бороться. Их огромное количество представителей, одних бактерий только до одного миллиона. Есть среди них полезные, еще раз повторюсь, вызывающие болезни, и условно полезные бактерии. То есть те, которые могут становиться как вредными, так и оставаться невредными. К отдельному классу, я уже повторюсь, относятся вирусы. Их изучает отдельная наука, вирусология. Но в программе микромира мы их будем изучать, потому что они нам интересны с точки зрения того, что вызывают заболевания. Вызывают заболевания, которые быстро распространяются, то есть инфекционные заболевания. И будем интересоваться их строением, как они устроены, как они живут, как они размножаются. Единственное, что сегодня можно о них сказать, что без клетки хозяина, вне клетки хозяина, вирусы не размножаются и не дают потомство. Не происходят у них какие-либо обменные процессы. То есть для того, чтобы вирусу размножиться, для того, чтобы вирусу дать свое потомство, нужна именно клетка хозяина. То есть вирус должен внедриться внутрь клетки. Размеры у них очень маленькие, еще раз повторюсь. И чаще всего вирусы в основном измеряются уже в нанометрах. Это еще одна единица, которая намного мельче, чем микрометр. Строение у вирусов тоже сложное, и мы с ним тоже будем знакомиться. Но хочется еще также сказать о представителях, которыми интересуется микробиология, это рекеции. Я о них уже вначале говорила. Они снимают промежуточное положение между бактериями и вирусами. То есть они мельче бактерий, но крупнее, чем вирусы. Что их объединяет с вирусами? Это тоже внутри клеточные паразиты. То есть они размножаются, обменные процессы у них происходят только тогда, когда они находятся внутри клетки хозяина. По формам они тоже очень разнообразны. Бывают в виде коков, палочек, в виде извитых форм. И чаще всего рекеции, вернее те заболевания, которые они вызывают, они имеют промежуточного хозяина. То есть тот объект живой природы, который является носителем этого микроорганизма и передается уже человеку или животным при укусе, при заражении каким-либо способом. То есть в том промежуточном хозяине он просто живет, никаким образом ему вред не приносит, а уже при передаче следующему человеку или животному при укусе или через слюну или еще каким-то другим способом, он вызывает уже у следующего объекта серьезные заболевания. Вот это отличительная характеристика от бактерий. То есть они имеют промежуточного хозяина. Хочется еще также сказать о таком интересном представителе микромира, но который тоже не входит в объекты изучения микробиологии, но о нем стоит упомянуть. Это вирусы-бактерии. То есть смотрите, есть вирусы многоклеточных организмов, человека, животных, те вирусы, которые нас поражают. А есть вирусы, которые поражают бактерии. То есть бактерия сама по себе микроорганизм маленький, но у этой бактерии, кажется, есть еще и свои вирусы. И вот эти свои вирусы, они называются бактериофаги. Тоже очень интересные объекты, и мы тоже их будем изучать. Вот все представители микромира, микробиологии. И мы видим, насколько он разнообразен и из разных областей. И что, оказывается, микробиология изучает не только бактерии, но и микроводорсли, и низшие грибы, и дрожжи, и простейшие эрикеции. Это все изучает микробиология. Мы с вами сегодня познакомились с их различными размерами. Это тоже интересно и нужно знать, чтобы ориентироваться в многообразном мире микроорганизмов. Но на сегодня у меня по этой теме все. Я надеюсь, вам было интересно. И вы еще раз для себя выстроили структуру в голове, упорядочили, чем занимается микробиология, какие объекты микробиологии нас прежде всего будут интересовать. Спасибо за внимание. Обязательно выпишите, пожалуйста, для себя всех этих представителей и домашнее задание написать в тетрадке их размеры. Запомните их размеры, потому что будут тестовые задания, в которых нужно будет сориентироваться, каких размеров тот или иной представитель микромира. Спасибо за внимание. До свидания. Продолжение следует...